Концепцию гражданского развития района Балаклавской бухты как международного центра туризма в правительстве города утвердят до конца этого года. Она появилась во исполнение поручения президента России и предусматривает создание современной яхтенной марины и благоустройство прилегающих территорий. В процессе реализации обещают сохранить объекты культурного наследия и отдать приоритет общественным пространствам. Порядка 27 гектаров общей территории возле бухты, которая освобождается. Здесь рассматриваются только общественные зоны, особенно эти 7 гектаров возле бухты. Это тоже было одно из мнений, что же там будет, настроят ли там что-то. Это будет общественная зона. Руководитель проекта подчеркнула, что в новой концепции не учитывают проект украинских собственников родоуправления Балаклава Грин. У нас есть несколько видений. Сказали Балаклава Грин, которая связана только с элитной недвижимостью, это не позиция правительства. Строительство Яхтины Марины и Артемия Лебедева – это то, что отражает поручения президента. Поэтому это не наш заказ. Правительство не оплатило за данную концепцию денег. Однако считает, что она может быть приближена в той или иной части к тому, что и мы видим для реализации проекта. Появление на сайте студии Артемия Лебедева эскизов будущего Балаклавской бухты вызвало ажиотаж в обществе и волну обсуждений. И в правительстве поспешили заверить, что не имеют отношения к этому проекту. Однако те же эскизы вот уже почти год размещены на сайте проектного офиса правительства Севастополя. Каждая картинка имеет подпись. Студия Артемия Лебедева по заказу федерального государственного унитарного предприятия СВЭКа при Федеральной службе охраны России. Ведомству принадлежит завод «Металист». И, судя по всему, ФСО будет единственной силовой структурой, сохранившей площади в Балаклаве. Предполагается, что предприятие будет заниматься ремонтом и обслуживанием яхт. За последние две недели уже, я пока, наверное, не буду говорить всю информацию, уже проведены ключевые переговоры. И становится ясно, что практически вся территория будет освобождена от специальных служб. Ранее сообщалось, что из Балаклавы переедет и пограничное управление ФСБ в район Инкермана. Сменит прописку и дробильная фабрика. В соответствии с инвестиционным контрактом в течение трех лет фабрика будет перенесена в район Кадыковского карьера. На освобожденных площадях появится парковка, сплошная пешеходная набережная, велодорожки и... Впрочем, всех планов чиновники пока не раскрывают, боясь навредить репутации проекта. Мария Литовка призналась, что часть предложений инвесторов носит экстравагантный характер, и потому все они будут подробно изучены перед утверждением. Первый этап проекта – конец 2020 года. Он включает реализацию объекта федеральной целевой программы «Яхтенной Марины». В проект привлекут федеральные, региональные и частные инвестиции всего около 10 миллиардов рублей. Из них четыре по линии ФЦП. Одной из ключевых задач на этот год руководитель проекта назвала решение имущественных вопросов. Только по землям в непосредственной близости от бухты в судах рассматривается около 300 судебных исков. Антон Пархоменко, Денис Александрович, Севинформбюро.